Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Вадим, взаимно. Игорь Александрович, Александр Литвиненко, глава службы внешней разведки Украины, написал статью, в которой речь идет о том, что российско-украинская война, по его мнению, вошла в критический период. Путину нужно столько территорий Украины, сколько он сможет получить. Кремль готов вести войну столько, сколько ему необходимо. По словам Александра Литвиненко, Путин мечтает воссоединить исторические русские земли в рамках глобального перераспределения мира. И такое перераспределение может длиться 10-15 лет и сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, причем даже с использованием ядерного оружия. Что вы об этом думаете, Игорь Александрович? Зачем руководитель разведки решил об этом рассказать публично? И неужели у Путина, у Кремля горизонт планирования составляет 10-15 лет? Путину необходимо это для того, чтобы… То есть Литвиненко делает анализ на сведениях разведывательных, открытых, закрытых. И в открытой части, скажем, российских источников говорится о том, что необходимо оправдывать вот такое длительное пребывание у власти Путина, его царствования. То есть они определяют это необходимостью дальнейших присоединений земель, как любое империалистическое государство, оно существует за счет захвата новых земель и оправдания своего существования таким образом. Поэтому с точки зрения россиян земли вокруг, прирастания, по-разному называть русский мир, русский дух и все прочее, но должна осуществляться испансия, за счет этого оправдывать все, что угодно. Можно мобилизовывать своих граждан, и они говорят, что они не могут проиграть. В случае проигрыша Россия распадется такая великая, чтобы не распалась от обратного. То есть надо наступать, надо захватывать. Позиция связана с нашими функционерами, в частности главой разведки. На мой взгляд, показывает ситуацию, текущую и ближайшую перспективу. Она непростая, но, во-первых, это отражает состояние на текущий момент, вот такой переходный момент, то есть почти два года борьбы. Устояло государство, устояли силы обороны. Большинство граждан нашего государства поддерживают борьбу, но все хотят понимать, в первую очередь у нас внутри украинцы, но и наши союзники, какие же мы видим итоги, причем ближайшие и на перспективу. Значит, любая операция военная, с военной точки зрения, пока подхожу, она планируется, наша сила обороны, предположим, вооруженных сил Украины, с оценки ситуации. Это, в первую очередь, противника, свои войска, ресурсы и так далее. Так вот, здесь как раз осуществляется оценка и взгляды противника на ближайшее время. Нам необходимо это понимание, нам необходимо свериться в этой оценке с нашими союзниками, для того, чтобы нам, в первую очередь, и опять-таки с нашими союзниками, выстроить планы на ближайшие перспективы. Вот для этого, на мой взгляд, была написана эта статья. Александр Литвиненко также пишет о том, что Россия сейчас пытается решить одновременно четыре задачи, а именно обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику. Для этого Кремль уже уничтожил немногочисленных представителей оппозиции и фактически перевел экономику на военные рельсы. Следующая задача – это сформировать альтернативную западу коалицию стран, построение коалиции большинства и превращение запада в один регион Евроатлантика. В перспективе Россия попытается внедрить западные страны в свои, в том числе, регионы. Ну и идет речь также о подготовке к предстоящей агрессии против других стран. Тут речь идет о Молдавии, речь идет о странах Балтии. Ну и четвертое, о чем пишет Александр Литвиненко, это о том, что Россия прикладывает усилия по раздуванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и в том числе на Балканах. Но если так пробежаться по этим пунктам, то по сути ничего нового Александр Литвиненко, руководитель службы внешней разведки Украины, не рассказал нам, не поведал. Это достаточно уже очевидные вещи, о которых и ранее говорили. Он структурно показал то, что мы с вами оговорили в начале нашего видеозаписи, с детализацией на три позиции. То есть аргументация, почему Путину необходимо это делать, это касается сферы социальной, экономической сферы, военной. Ну и как он видит решение привлечения своих небногочисленных союзников или расширения круг этих союзников. Поэтому, если коротко мы с вами оговорили, а здесь было структурировано по каждому направлению, поэтому можно его брать, и я не думаю, что у нас есть время, по каждому направлению рассматривать более детально эти позиции. Но поскольку официальное лицо вот сделало такого рода заявление, написало статью, то я думаю, что эти позиции были согласованы со всеми государственными структурами, которые имеют к этому отношение. Военные в том числе, а также дипломаты, ну и все остальные. Поэтому я так полагаю, что это видение военно-политического руководства нашей страны. Оценки позиции противника на ближайшее время. Игорь Александрович, Путин выступил в рамках мероприятия, которое многие почему-то называют саммитом «Большой двадцатки», хотя этот саммит состоялся ранее, но не суть. И в своем виртуальном выступлении он в очередной раз сказал о том, что Москва готова к переговорам и обвинил и Украину, и Запад в нежелании вести диалог, вспомнил в очередной раз о подписанном указе Зеленского о невозможности проведения переговоров с Путиным. То, что Путин говорит о готовности к переговорам, это, конечно же, не новость. Он об этом говорил и раньше, но то, что он сказал на мероприятии, которые преподносятся как саммит «Большой двадцатки», о чем это может свидетельствовать, и да, он впервые принял в нем участие за последние два года. Ну, Путин ищет возможности в условиях действия обстоятельств, связанных с ордером на его арест, поэтому он не появлялся ни на Брексит, он не появлялся на предыдущем заседании «двадцатки», как известно, Лавров там присутствовал от Российской Федерации, а каким-то образом показывая свою позицию чуть ли не миротворческую, то есть в духе пропаганды российской, в духе вот тех позиций политических, какие они декларируют, о том, что его действия, это самое большое, что его действия наступательные, или они там обходят все это, связанные с тем, что если бы они это не сделали, то напали бы на них. То есть, ну, вот такая аргументация. Но так или иначе, что настало время, как они считают перехода к переговорам, это тоже понятно, потому что захвачены земли, то есть он хочет закрыть этот этап имперского существования своего государства и себя как царя. Ну, концепцию эту его захваческую мы уже мельком с вами обсудили, поэтому тут вопрос в том, какие средства он использует для доведения в очередной раз, потому что здесь не лучшим образом получается. Как мы видим, ни Байден, ни Си Цзиньпин не принимали участие в этой работе. Ну, а все остальные, в общем-то, знают эти позиции, ну, увидели. И важно для него быть, что так, не рукопожатная. В свое время мы помним ситуацию с Австралией, в Рисборне, когда он в обиде аж улетел, поскольку так вот себя чувствовал, и после этого начал действия на Ближнем Востоке в Сирии. Поэтому сейчас он тоже, ну, действия его, понятно, агрессора, но ищет пути для того, чтобы выйти на международную арену. Он видит, что Россия постепенно скатилась со второй позиции уже там на третью или какую-то другую. Это не только вторая армия мира, но и без их значения в глобальном мире. Вот, и поэтому пытается отстаивать эти позиции, проявлять себя. Ну, и в данном случае, на мой взгляд, пытается все-таки на определенном уровне утвердиться как союзник какой-то Китая. Может быть, вассальный, но так или иначе, что можем, показываем, согласовываем, значит, с патроном свои действия и отстаиваем свои интересы. Получается не лучшим образом, потому что большинство стран понимает, кто он, что он и что это за государство, но так или иначе происходит дальнейшая политическая борьба глобальная в масштабах. И он использует такое средство, как якобы вот такая дворцатка своеобразная, для того, чтобы еще раз на этот счет заявиться и поднять свои значения в глобальном уровне и подходе. В этом виртуальном мероприятии не принимал участие Джозеф Байден, также не принимал участие Иси Цзиньпинь. И, ну, поговаривают, что Путин даже обиделся на Си, который отказался чуть ли не в последний момент принимать в этом всем участие. Вот если говорить об этом факте, о чем это также может свидетельствовать? Кто-то называет это игнор, кто-то называет это демаршем со стороны лидера Соединенных Штатов Америки и Китая. Ну, это то и другое. То есть это демарш, который проявлял игнорирование роли и значения Путина, ему показывали его место. И таким образом эта работа двадцатки состоялась, ну, как второй дивизион, понимаете, участников. Потому что перед этим, во встрече непосредственно на американской территории, это важно тоже, значит, они руководители, Соединенных Штатов и Китая, как действительно две глобальные государства, на текущий момент оговорили все необходимые вопросы и согласовали, насколько это было возможно, дальнейшие свои действия. То есть Россия, таким образом, благодаря действиям авантюрным, которые организовал Путин и сейчас их пытается отбилять, она ушла, проиграв уже с первого дивизиона, это точно. Ну вот, а борьба, так или иначе, все равно продолжается для того, чтобы пытаться оставаться хотя бы на том месте, за которое еще надо бороться, причем не прилагая больших усилий. То есть ему показывают путь и соответствующее заявление руководства государств, чтобы в очередной раз призывы к тому, чтобы они вывели войска с Украины, но он это пока не слышит. Ну и, естественно, раз ничего существенного не предлагается, то последствия и значения его участия и вообще работы такой своеобразной до отсадки, оно очевидно. Давайте также с вами и проанализируем текущую ситуацию на фронтах. Командующий Александр Тарнавский сказал о том, что оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Абдеевском направлении. Они утверждают, что уничтожена 51 единица военной техники, в частности 8 танков, 13 боевых машин, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. И в целом же, по словам командующего, на Таврийском направлении потери врага в живой силе и бронетехнике растут. Уничтожено 8 танков, ну а если говорить о потерях в живой силе, то они составляют более 700 человек. Вот относительно Абдеевского направления, Абдеевского участка фронта, какая там ситуация, какой вы ее видите? Это наиболее один из наиболее тяжелых районов, участков фронта, на котором идут ожесточенные бои, поскольку Путин определил к концу года военно-политическую задачу относительно того, чтобы захватить территорию в полной мере в административных границах Луганской и Донецкой области, для того, чтобы как раз и использовать тот подход сейчас, что действия эти начинались и проводились для того, чтобы защитить народ Донбасса. Больше, в общем-то, у них там получилось по Запорожью, все дополнительные земли. Это может быть предмет торгов, как становится ясно из их позиций, но исключая тот же Крым и тот же Донбасс. Вот это на первоначальном, те переговоры, за которые он ратует, где-то такие позиции. Но для того, чтобы реализовать такой политический подход, нужны эти области в этих границах. А это пока не получается. Поэтому идут теперь с военной точки зрения тяжелые бои, не только там, и на Лиманске, и Купянске боевые действия. И вообще, на текущий момент, на мой взгляд, военные действия сил обороны Украины переросли в проведение стратегической оборонительной операции на всем протяжении фронта. С нашей стороны осуществляется на некоторых направлениях проводятся контратаки. Это касается, например, Юга Бахмута, это касается Мелитопольского направления и Херсонское. Но они, если имеют место в разное время, то тактического значения. А в целом, если охватить состояние, то прилагаются большие усилия силами обороны, чтобы отстоять позиции по всему фронту и дать противнику продвигаться существенно вперед и как раз выполнять ту задачу, о которой вы говорили, об уничтожении как можно больше вооружения, техники и живой силы противника. Но здесь надо понимать, особенно по результатам кампании этого года, что очень большие потери противника, которые они понесли, к чему привели с точки зрения деоккупации наших земель. Здесь есть серьезные вопросы. И становится очевидным, что для того, чтобы такая рода деоккупация проходила и были видны существенные результаты стратегического уровня, необходимо осуществить подготовку, то есть аккумулировать те вооружения, технику и подготовить то количество личного состава сил обороны, которые были бы готовы выполнять эти задачи уже на следующий год. Поэтому здесь важна первая работа с нашими союзниками, их готовность, и вот работа с двумя министрами и Соединенным Штатом Остином, и Петреусом из Германии, как раз и участие первого главнокомандующего в Ранштайме, в 17-м генерала Залужного, я думаю, говорит о том, что такого рода перспективы оговариваются и началось, так сказать, определенное планирование. Кроме того, вторая составляющая является то, что нам промышленную вообще экономику переводить на военный лад и особенно интенсифицировать работу военно-промышленного предприятия, военно-промышленного комплекса для того, чтобы поставлять по максимуму особенно такие компоненты вооружения, как беспилотные аппараты, причем всех типов воздушных, наземных, морских, подводных, ракетного вооружения, ну и остальные виды оружия, которые у нас выпускаются, а есть по отдельным направлениям, очень серьезные, мирового уровня у нас образцы вооружения и техники. И отдельная задача – это доукомплектовать до необходимого уровня и сформировать дополнительно подразделения и части бригады для выполнения задач следующего года. Это очень сложная, надлеженная работа, которую надо спланировать уже сейчас и активно проводить, готовить к действиям уже зимы, возможно, если силы будут уже или в следующий год, с весны. Но пока нам надо в оставшееся время успешно завершить вот эту оборонительную операцию сил обороны Украины этого года. В свою очередь спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» передало привет российским оккупантам возле Крымского моста в распоряжении журналистов и в открытых источниках. Возможно, вы также посмотрели видео, на котором гуровцы зафиксировали мост и также была там краткая записка от них. Как вы думаете, когда мы в очередной раз, еще раз так, подрихтуем Крымский мост? Мы уже мельком обсуждали. Во-первых, известные оба случая, наиболее эффективные, которые проводили структуры службы безопасности Украины. Это непосредственно с подрывом автомобиля на самом мосту и потом последствия, и за счет надводных дронов Малюков. Следующее будет проводиться, потому что это событие не просто военное, это событие военно-политическое, с последствиями в том числе и политической. Поэтому решение на то, когда и каким образом будет приниматься, оно имеет стратегическое военно-политическое значение. И наше руководство будет принимать такого рода решения по необходимости той ситуации, когда надо будет каким-то образом решительно пересекать обеспечение логистической в частности, ну и не только, то есть по совокупности. В условиях, когда мы брали... Ну, конечно, это можно было сказать, надо было бы еще давно и так далее, но здесь важны силы, ресурсы, которые должны оставаться у нас и иметь место для проведения вот тех дальних операций, о которых мы говорили на следующий год. Вот взвешив все это, можно будет определиться с датой и способом воздействия на Керченский мост. В Верховной Раде готовят комплексный законопроект касаемо мобилизации и демобилизации, об этом рассказал народный депутат Давида Рахамио. Законопроект будет касаться решения таких вопросов, что делать с людьми, которые уже два года воюют без ротации, почему не могут демобилизоваться инвалиды первой и второй групп, бойцы, которые прошли плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться и это хотят исправить. Есть также военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи и вопрос с ними надо юридически решить. Но и комплексный вопрос – это призывной возраст. Давайте поговорим о том, что, возможно, не так сейчас проходит в вопросах мобилизации, что необходимо улучшить, качественно решить те или иные задачи. Есть проблемы, и вы их фактически связаны с мобилизацией, и вы их перечислили по тем направлениям, которые требуют изменений, которые уже внесены. То есть работа над этим есть, идет, и есть наработки, и они требуют решения. Я не думаю, что есть смысл повторяться, а вот с точки зрения возраста – это принципиальный вопрос, потому что для выполнения задач в военной сфере возраст, особенно в механизированных частях, в пехоте по-простому – это принципиальный вопрос. То есть с точки зрения физиологии человека, это возраст, скажем, до 35, там с 18 до 35, затем потенциал этот уменьшается, а у нас, если посмотреть по возрасту, то демографическая ситуация отличается. В связи с этим, что угроза этой войны, она касается существования нашего государства и защиты нашего народа, то ее надо привести в соответствии с требованиями войны. Они объективные требования войны. Не кто-то желает, кто-то не желает. Другой вопрос, что можно игнорировать или воспринимать эти требования объективные и в соответствии с ними строить свои действия государству и силам обороны. Вот к этому надо приходить. И поэтому здесь ситуацию эту надо менять. Видит это и наше военно-политическое руководство, не говоря уже о том, что неоднократно, и уже чуть ли не год назад и ранее задают эти вопросы военные зарубежные эксперты, которые проводят параллели между тем, в каких войнах, когда граждане принимали их государство участие в военных действиях и как это распределялось по возрасту. И для того, чтобы быть эффективным, а нам надо быть эффективным, потому что ресурс по живой силе противника, они по гражданам населению Российской Федерации, их больше в четыре раза. Значит, ну вот номинально и формально наш каждый военнослужащий должен уметь бороться с четырьмя военными российскими. И мы видим в последних боях, уже неоднократно это имело место, в репортажах с фронта о том, что уничтожение какого-то их подразделения до вечера или как-то с утра появлялось новое. То есть укомплектовать как минимум наши части, которые воюют, ну и решить по совокупности те вопросы, которые вы перечислили. По мобилизации есть требования, немедленное требование, если мы хотим, а мы хотим изменить эту ситуацию и подготовить соответствующие действия уже на следующий год. Ну и давайте, Игорь Александрович, также с вами коротко пройдемся по итогам уже 17-го заседания, состоявшего из оконтактной группы Рамштайн. Министр обороны Украины умеров озвучил пять ключевых итогов. Это то, о чем можно говорить публично. Первое, сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. Лидеры этой коалиции Германия и Франция в коалицию вошли 20 стран. Обеспечение украинских городов дополнительными ПВО это один из приоритетов этой зимы. Далее, Нидерланды подготовили 2 миллиарда евро на военную помощь. Лидеры IT-коалиции Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность IT-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. Великобритания и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы еще больше усилить безопасность в Черном море. По моему субъективному мнению это один из самых интересных и даже важных итогов 17-го Рамштайна. Ну и пятый пункт. Совместно с коллегами продолжается работа над дорожной картой взаимосовместимости. Как вам такие итоги 17-го Рамштайна, которые были озвучены публично? Все они являются очень важными, но вы их перечислили, поэтому детализация требует потом уже по всем этим пяти направлениям. Однако я отмечу следующее. Ну, во-первых, как представители противовоздушной, а теперь уже и противоракетной обороны, хочу сказать, что лучше позже, чем никогда. Вот сформировалась теперь уже и коалиция по наземным средствам противовоздушной обороны, очень важно, и противоракетной. Подчеркиваю это, то есть мы уже вошли в группу не очень больших государств, которые имеют и противоракетное оружие. Оно актуально в связи с тем, что у нас еще не реализована работа авиационной коалиции, как мы знаем, и поэтому частично это можно компенсировать средствами противовоздушной, противоракетной обороны, что и делается сейчас в напряженной работе по поставкам соответствующих комплексов и зенита ракетной, и зенита артиллерийской, и любых средств, которые влияют на средства воздушного нападения противника. И здесь очень важно, потому что в прошлом году, помним, канцлер Шотт заявлял о создании европейской системы противовоздушной, противоракетной обороны, на мой взгляд, сейчас делается следующий шаг в этом направлении. И вопрос не только, особенно для Европы, не столько ситуации в этом направлении в Украине, а сколько они видят серьезную опасность со стороны России, а Украина географично, а теперь уже и по сути, с военной точки зрения играют центральное место противоракетной, противовоздушной обороны, в том числе государств, которые находятся западнее ее, то есть такой форпост. И с точки зрения противоракетной обороны надо делать, я как специалист это говорю, призываю рассматривать вопрос о полосе противоракетной, начиная с Норвегии до Турции, со стороны России, соответствующими комплексами, должны иметься соответствующую систему. И вот в этой системе можно еще посмотреть, для того, чтобы она работала, она иначе эффективно не будет работать по пункту пятому, который вы перечисляли, ну, министр сказал и вы сейчас озвучили. То есть важно, чтобы наши эти средства, вооружение, техника и в целом войска действовали в общей системе, информационной, то есть разведывательной, а затем ударной, то есть создание разведоударных комплексов. Это значит, что в текущем масштабе времени различными средствами, нашими, в первую очередь, и союзниками, выявлялись цели воздушные, наземные, морские и подводные, и имелась возможность в текущем моменте времени, после принятия решения соответствующего уровня, руководством наносились удары по этим объектам. То есть мы двигаемся, это требование НАТО, соответствующее, чем мы в этом направлении двигаемся, и чем быстрее это будет происходить, чем быстрее нам будет в этом помогать, тем больше будет потенциал противовоздушный, противоракетный, и в целом потенциал вооруженных сил Украины, и не только Украины, а потенциал этот европейский, и НАТОвский. Это очень важно. И следующий из пяти по противовоздушной обороне, и на мой взгляд важный, я согласен с вами, морской компонент, морское направление. Во-первых, я считаю, что событие кампании этого года военной, стратегического уровня достижения сил обороны Украины заключается в действиях как раз на море. То есть, если на сухопуте мы не достигли поставленных результатов по деоккупации по разным причинам, то на море это в значительной степени не удалось, причем на стратегическом уровне. То есть, корабли сюда были вынуждены уходить из базы, в первую очередь, с Севастопольской, а вообще с Крыма, и удаляться там в Российский, и даже прятаться там в портах оккупированной части Грузии. То есть, это очень важно. Мы помним, как себя вели британцы до этой Шереморгии, мы помним, Defender, их корабль как проходил, несмотря на то, что там, так сказать, россияне поднимали тревоги и чуть ли не собирались его уничтожать, но очень решительно они показали, что есть наследниками великой морской державы британцы. И к этому присоединяется Москва, государство, Норвегия, то есть, в оккупность это будет делать эффективнее помощь нам в этом вопросе и в этом направлении, это очень важно. То есть, возвращаясь к началу обсуждения этого вопроса по результатам 17-го Рамштайна, хочу сказать, что все пять важны, надо работать над реализацией договоренностей, которые имели место, но вот на эти две посчитал необходимым более детально остановиться. Ну и по поводу противовоздушной обороны, Юрий Игнат, спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины, сказал о том, что западные системы, Патриот, Айри СТ и также НОСАМС, они в будущем будут составлять основу для украинской системы ПВО. Да, я хотел бы добавить очень важное, просто меньше сейчас о ней говорится САМТЕ, франко-итальянская, поскольку она тоже по возможностям противоракетная имеет характеристики и очень важна, поэтому по анализу, которые делались по Витрины в воздушных силах и в целом по вооруженному силу базовые, скажем, для воздушных сил комплексы ракетные как раз бы У-4П, Гатриот, САМТЕ, НЕСАМС и РСТ. У нас есть возможности и разработки своего, но для этого комплексов, для этого, наверное, потребуются годы. Существенного уровня уже разработки и наработки есть, но нужны средства и нужна реализация, а защищаться необходимо уже сейчас, поэтому спасибо союзникам за оказание этой помощи. Ну что же, Игорь Александрович, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор, военные эксперты генерал-лейтенант Игорь Романенко был сегодня вместе с нами на Политеке, а также хочу поблагодарить всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание и, да, те, кто еще не подписался на Политеку, пожалуйста, подпишитесь, берегите себя и до новых встреч. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok